Страшное горе не так давно пришло в дом, который стоял на окраине деревни. Проживала там семья Иваненко, дед Тимофея и его бабка Анфиса. Хотя их дедом и бабкой можно было назвать с натяжкой. Тимофею только исполнилось 62 года, а его жене и вовсе 58 лет. Но для молодежи они уже были стариками. Их единственный сынок очень рано ушел из жизни и покоился здесь, на родной земле. Служил он сверхсрочно где-то на другом конце страны. Привезли парня в деревню, в цинковом ящике и вручили родителям груз 200. Военные особо-то ничего и не стали объяснять старикам. Погиб, мол, как герой. Ведется расследование. Виновные к гибели офицера будут наказаны, вот и весь разговор на этом. С тех пор ни слуху, ни духу, ни бумажки, ни письма старики так и не получили. Да и все эти расследования все равно им ребенка не вернут. Погоревали безутешные родители и смирились. Остался с ними только преданный пес Марс. Так звали их питомца, который теперь в какой-то степени скрашивал их горестные, серые дни, в котором они души не чаяли. Когда вскоре от старости умер и Марс, пожилые супруги долго плакали и решили, что больше собак заводить не будут, слишком больно терять их. Правда, Тимофей предлагал жене взять другого щенка, но она была категорически против. Мы уже не молодые и неизвестно сколько еще проживем, зачем сиротить животинку будем. Больше никаких животных, будем с тобой вдвоем наш век доживать. Тимофей в этом был с ней полностью согласен. Очень он любил свою жену. И во всем поддерживал. Да, осиротели мы с тобой, Анфисонька, окончательно. Жаль не оставил наш сынок после себя детишек. Так хотелось бы с внуками понянчиться. И был бы смысл жить дальше, а так одна тоска беспросветная. Но у кого-то наверху на этих двух несчастных и убитых горем стариков были совсем другие планы. Как-то весной пошли они на могилку к сыночку. В этот день, как раз была годовщина его гибели. Родители часто бывали здесь и вместе, и по одному. Отец поправлял могилку и разговаривал с сыном. Рассказывал об их с матерью жизни, пересказывал последние, деревенские новости. Сегодня мать заботливо разложила на могилке своего ребенка конфеты с печеньем, зажгла свечу, поправила цветочки. Надо бы Тимоше сходить в соседнее село заказать нашему сыночку панихиду за упокой души. Надо, согласился Тимофей. Схожу обязательно, на днях. Он взял супругу под руку, и они уже собрались идти в сторону дома. Как вдруг они услышали какую-то возню за соседней могилой. Обойдя вокруг оградки, оба замерли на месте. Маленький, худющий волчонок жевал обертку от конфеты и рычал. Он был настолько худой, что голова казалась непропорционально большой в сравнении с телом. Увидев людей, волчонок оставил обертку и посмотрел на пожилых супругов каким-то вопросительно, укоряющим взглядом. «Тимоша, обещай мне», – тихо зашептала Анфиса, сильно жав руку мужа. «Обещай, что ты проживешь еще минимум 10 лет». Тогда он буквально открестился от ее слов. Но Анфиса так на него смотрела, как будто от этого зависела вся их дальнейшая жизнь. И даже не задумываясь, он произнес «обещаю» и посмотрел на супругу. «Ты ведь подумала то же самое, что и я, Анфиса, только ведь это не собака. Это волчонок. А мне все равно, нам его сынок наш послал». И она, улыбаясь, подняла это тощее чудо и прижала его к себе. Так у стариков опять появился питомец. Волчонок Тошка. С тех пор, как они похоронили сына, прошло три с половиной года. И вот в один из дней возвращаясь, Тимофей с Тошкой из леса. Еще издалека Тимофей заметил на пороге своего дома молодую женщину с маленьким ребенком на руках. Сердце предательски екнуло. Волк рванул вперед, но хозяин резко его остановил, приказал идти рядом. Тошка починился. Он был хорошо обучен командам. Но шагая рядом с Тимофеем, волк жалобно поскуливал. Женщина протянула Тимофею какую-то бумажку. «Сынок ваш так и не женился на мне, не успел, погиб». Ну, от дочки своей правда не отказался. Тимофей держал в руках свидетельство о рождении, где черным по белому было написано, что отцом девочки был его сын Иваненко Степан Тимофеевич. Совпало все и с датой, и место рождения сына. Не было никаких сомнений, что Машенька их с Анфисой внучка. Радость-то какая. Тимофей стал громко звать жену. Маму Машеньки пригласили сразу же в дом, хотели принять, как самого дорогого гостя. Но она отказалась, даже ничего внятного не смогла объяснить. «Ну почему же ты молчала столько лет и раньше не порадовала стариков такой хорошей новостью?» спросил Тимофей. Несостоявшаяся невестка решила срочно возвращаться домой. Она объяснила, что ей срочно надо устраивать личную жизнь, и поэтому она привезла девочку к родителям ее отца. Мол пусть поживет с вами, недолго, с годик примерно, пока я не определюсь в жизни. Ну, а потом заберу Машу к себе обратно. Старики были рады без меры, но с тех пор прошел годик, потом другой. Машеньке было уже шесть лет. Пожилые супруги радовались, что мать девочки так и не объявилась. Ведь они больше не представляли себе жизни без внучки. Да и она сама все реже вспоминала про мать. У нее были любящие бабушка с дедушкой, куча друзей в деревне, лес и речка. И самое главное, друг и защитник волк Тошка. С появлением в доме внучки у стариков прибавилась забот. Тимофей опять работать пошел. Взяли его лесником в местный лесхоз. Работа эта для него была знакомая и любимая. Он много лет проработал в этой должности, до выхода на пенсию. Теперь он часто пропадал в лесу на свои заимки, вместе с волком. В этот раз он предупредил Анфису, что уходит в лес надолго и возьмет с собой только Тошку. Женской часть семьи велено было дожидаться мужчин дома. Но вот только через три дня Тимофей вернулся обратно. Обеспокоенная Анфиса бегала вокруг мужа и допытывалась, что же случилось. Он отшучивался. Ты сперва мужа накорми, напоив баньки погрей, а потом уже и спрашивай. После бани Тимофей и вправду подобрел и разговорился. А рассказ его был такой. В тот день я долго бродил по лесу, под дождем. Ушел далеко, на дальний кордон, да вот только силу не рассчитал. Промок, озяб и очень устал. Тошка еще с утра где-то запропастился. Он любитель побродить по лесу в одиночку, волк, что тут скажешь. Решил я не ждать его, а дойти до лесной старушки один. Там всегда есть запас дров и еды. Можно согреться, обсохнуть, подкрепиться и отдохнуть. В печке уже вовсю трещали дрова, одежда сохла. Я открыл банку тушенки, порезал хлеб и решил для согрева выпить сто грамм. Ну и видимо от усталости меня быстро сморило в сон. И снится мне лето. Иду я по большому полю, а рядом со мной сынок наш. И вот мы уже почти что все поле перешли. Так хорошо нам вместе, что просто не передать словами. И тут я назад оглянулся, а на другом конце этого самого поля вы с Машенькой стоите и машете мне платочками и зовете обратно. Мне так хорошо с тобой, сын. Но не могу я с тобой пойти, мне еще дочку твою Машеньку вырастить надо и на ноги поставить, объясняю я сыну. Мне нужно жить, понимаешь. И вдруг я проснулся от страшного треска. Вся избушка была наполнена дымом. Вокруг, на полу валялись битые стекла и обломки деревянной рамы от окна, а сквозь дыма на меня смотрели умные глаза Тошки. По его морде текла кровь. Я на несколько секунд оцепенел от неожиданности. Волк не отрываясь смотрел на меня, а потом выпрыгнул в разбитое стекло в окне, как бы показывая мне дорогу. Я тем же путем выбрался из избушки и только потом понял, что произошло. Я уснул, а из горящей печи выкатился уголек и пол в избушке загорелся. Видимо, волк каким-то образом пытался меня разбудить. Может, выл, а может и скребся в дверь, но я этого не слышал. Очень крепко спал. И когда он не смог меня разбудить, то ломанулся в окно так, что вынес лбом двойное стекло. Он сильно поранился, но спас меня от неминуемой смерти. «А где же он, твой спаситель?» «Где Тошка?» – спросила изумленная Анфиса. «Думаю, что скоро придет. Вот только раны залижет и вернется. Ты за него, Анфиса, не переживай. Он у нас настоящий герой, а герои не пропадают». Дорогие друзья, спасибо, что прослушали эту историю. Если она вам понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok